Перед ними трудно оставаться в долгу. Судебные приставы настойчивы, и таким гостям рад далеко не каждый. Нам нужно установить вашу личность. Для чего? Чтобы общаться дальше с вами. У вас имеется задолженность. Я не хочу с вами общаться. Я хочу с вами общаться. В этом доме долг за электроэнергию перевалил за 30 тысяч рублей. Это систематические должники, у которых задолженность составляет значительные суммы. В том числе у них имеются зарегистрированные в собственности автомобили. И в случае обнаружения их судебным приставам-исполнителям немедленно будет составлен акт наложения ареста. И впоследствии будет обращено взыскание на это имущество. Если за свет хозяин не платит минимум два месяца, в гости приходят приставы. И лучше их в квартиру пустить. Иначе придется заплатить штраф до полутора тысяч рублей. Я у себя на территории, пожалуйста, выйдите. Кроме ареста имущества есть еще способы вернуть долги. Приставы могут снять деньги с ваших счетов, отправить взыскание начальству на работу. А еще они вправе запретить выезжать из страны. Здравствуйте. 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 В этой квартире, по словам поставщиков, за свет не платили с марта 2017 года. Хозяйка здесь не живет, сдает в аренду. Но в горы электросети уверяют, что должников находят в любом случае. В случае, если даже вот ситуация, когда должник умирает, мы обращаемся с заявлением, мы устанавливаем наследников, обращаемся с заявлением, устанавливаем правоприемникам, и тогда по долгам отвечают правоприемники. У нас уже такие случаи есть. Откуда вот эта сумма вообще взялась? Ну вот сходите в горы электросети, либо в суд и узнаете. Что-то вы оперативно как-то работаете. Ну, хорошо. Ну, а что хорошего-то? Приставы прошли пять адресов, общий долг по квартирам 150 тысяч рублей. Подобные рейды они проводят несколько раз в неделю, так что, если вы не платите за электричество, ждите гостей в погонах в любой момент. Андрей Дреер, Николай Шелко. Наши новости.